Есть результат разрешения кризисного состояния, в которое Россия вошла благодаря крайне неудачному правлению Николая Петерова. Понимаете меня, да? Это процесс стихийный и процесс неизбежный. Второе. Внутри этой революции действовала система аттракторов. Эти аттракторы были очень приятные. СССРовский аттрактор с ориентацией на крестьянство, кадетский аттрактор. Бонарийский аттрактор практически не работал. Хотя и он тоже носил свою лепту. И вот появились большевики, которые содействовали формально очень убедительно аттрактор. Это свобода, это справедливо распределение земли. Это был решающий момент. Но дело в том, что здесь произошла подмена ценностей. Это был обман. Вот в чем дело. Аттрактор был запущен и он работал. И то, что этот аттрактор работал на огромном пространстве, и люди искренне шли вере в идеалы революции, это несомненно. И никто не может этого опровергнуть. Даже Александр Савельевич Солженицын. Но все повернулось против истины. Вот в чем трагедия Крепочской революции. То, что она была аттрактивной, и то, что это было творчество масс, которые поплатились за это дома страшными потерями, миллионами жизней. Вот начался так называемый чекизм. Чекизм это страшная сила. Это не коммунизм, не большевизм, не фашизм. Это нечто гораздо более мерзкое и жуткое, чем все мной названное. Это особая вот такая тонотофилийная сила, ведущая к небытию. И, в общем-то, Крепочская революция вроде как включила бытийный аттрактор, а на самом деле оказался аттрактор небытийный, который стоил миллиону жизней. Вот так бы это просто ответил. Это прозрение и очищение. Все-таки надо осознать, что мы находимся в плену, в плену схем советской власти. Сейчас идет реставрация советских идеалов. Это идеал антрабины, это идеал антонофилийный. Сейчас вот надо бы просто встряхнуться в плане нравственно. Понять, где добро, где зло, где бог, где дьявол. Вот это прозрение. А второе, второе, да, обязательно необходим аттрактор экономической и творческой свободы. Так, чтобы народ участвовал в распределении богатств, принадлежащих ему, а не каким-то мерзким олигархам. Конечно, это произойдет очень скоро. И в России будет при распределении собственности неизбежно, потому что собственность была захвачена хищнически, нелегитимно. То есть люди должны участвовать в процессе жизни. Сейчас люди от этого процесса отключены, вы понимаете, да? Мы не участники жизни. Мы винтики. Опять винтики, как в советские годы. Из нас выкачивают все соки. Нас обманывают. Нам недоплачивают. Вот аттрактор экономической свободы. Экономического творчества. Это аттрактор справедливости. Это опасный трактор. Тезис-антитезис, да? Где-то неправо. Где-то, конечно, не задевает чувства людей, которые похоронили там своих отцов. Но что я могу сказать по поводу эстонского случая? Ведь эстонцы протестуют не против паника как такового. В чем одна из мерзлений советской власти? Вот погибли ребятки наши, да? Нельзя смерть использовать цели пропаганды. Нельзя на улице, где идет транспорт, устраивать кладбище. Это долгательство над мертвыми. Это монументальная пропаганда на трупах. Люди должны лежать в спокойном месте, в тишине, да? Эстонцы, как европейцы, это понимают. И этот принос памятника не есть оскорбление памяти наших воинов. Это отдание должного им, но в цивилизованной форме. А поскольку мы далеки от Европы, поскольку мы от Европы сейчас отходим все дальше и дальше, вот азиатское дерьмо залезаем, сталинское, да? То естественно, вот у нас такая реакция. Но еще раз повторяю, тут надо быть тонким. Надо понимать, что чьи-то чувства здесь оскорблены. Но я считаю, что эстонцы действовали очень культурно, очень взвешенно, цивилизованно. Они утерли нос лыбянки. Мы обязательно обойдем в европейское сообщество, но только не при этой власти. Она антизападническая. Она антизападническая, к сожалению. Конечно, нет. Сейчас идет все против того, чтобы мы вслышали в Европу. Я сейчас вспоминаю свои стихи, в связи с этим, про, да? Я писал лет 10 назад, да? Ничего страшного нет в НАТО. НАТО это система, защищающая нас, защищающая жизнь в земле. Пускай приближается НАТО, пусть чудище наше в тиски решительно будет зажато. Нам спилят рога и клыки. Это неизбежно. Авторитарный режим терпит фиаско. Это несомненно. Но это не значит, что Россия терпит поражение. Россия, я верю в ее живучесть. То, что мы сейчас переживаем, это какая-то реакция где-то естественная. Я не хочу никого осуждать. В этом есть какой-то смысл. В этом откате, в этой реакции. Но это не то, что надо нам ждать. Надо ждать другого. Я помню, как это я делал 8 лет назад. Я помню, как было задействовано против меня все. Я тогда уже понял, что вот эта пивненка, это, конечно, ставленница власти. Это бездарная абсолютная женщина. Я не хочу это вспоминать. Я с такой горячей столкнулся. Сейчас у нас нет выборов нормальных. Нет. Нужны деньги. Все покупается. Коррупция. Покупаются губернаторские должности. Покупаются депутатские места. Я думаю, что это будет псевдопарламент. Будет то, что надо. То, что надо. Подобрано. А может, соя и рухнет. Ну, в связи с этим, это активность. Сидергетика, это теория активности. Понимаете? Социальная активность. У нас сейчас народ поиселит очень. Можно его раскачать или нет? Это проблема. А вот и с осенью начнем курс. Это теория социальная активность. Трагическая. Потому что наша система, она работает в каком направлении? Алкоголизация населения. Что такое алкоголь? Это псевдонирвана. Это псевдонебытие. Ведь алкоголь самое страшное влияет на генные системы. Я не люблю ламаркизм, но здесь ламаркизм самая щелинная. Среда работает против генотипа. Это страшно. Это страшно, да? Это значит, что будут нарушены генные структуры на многие поколения. Вот. И это безобразие. Второе. Система работает на дебилизацию населения. Людей оглупляют. Через телевидение, через пропаганду, глушатся творческие инициативы, подавляется протестное поведение, которое совершенно нормально, подавляется критическое самовыражение человека. А нельзя без критицизма нормально существовать, да? Поэтому наша страна стоит перед возможностью вырождения. Вырождение, да? Самое страшное, что у нас идет экспорт женщин, молодых на Запад. Это крайне цинично. Это коррупция, в которой участвуют самые высокие шалоны власти. Публичные дома забиты молодыми русскими девочками, которые должны здесь рожать детей. И самое мерзкое, что у нас продают детей. Экспорт детей, да? И это уже есть основание для Нью-Нурбергского процесса внутри страны. Когда падает население, когда пустует громадное пространство, да? Которое может быть заполнено другими народами. Ведь как сказал Горнадский, да? Живое вещество течет. Течет, понимаете, да? Вот придет, 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 придет желтая раса. Черный народ придет. Я говорю без всяких таких российских штучек, да? А чем? Вот пустота есть, да? Она заполняется. Это никакая не агрессия. Это физический процесс. Поэтому то, что наша власть делает в плане демографии, это бездарно и беспомощно. Эти подачки, там, 250 тысяч рублей, это все настолько сомнительно, все это не решит проблему. Надо изменить дух жизни. Надо, чтобы люди имели квартиры, зарплата нормальная. Но как вот иметь много детей, когда ты живешь в коммунальной комнатке, там, и вообще не продохнуть нигде, да? Как это делать, да? При дороговизне, на все товары, скажем, связанные с детским питанием, с детской одеждой. Вот. Я еще раз повторяю. Наше общество несет в себе элементы тонатофилии. Это влечение к небу тюрьму. Поэтому надо бороться за жизнь, за жизнь, да? И президентом должен быть не тонатофил, а тонатофоб. Президентом должен быть человек, несущий в себе витальные импульсы. Витальные импульсы. Сегодня этого нету. Понимаете меня, да? И меня это страшно тревожит. Вы понимаете, наш народ может исчезнуть. Как исчезали многие другие народы. Вот видите, Византию. Где византийцы? Где они? Их нету. Они пропали, исчезли. Вот. Это будет очень досадно. Но вот здесь опять все выходит на трактор. Все выходит на синергетику. Смотрите, очень сильный трактор работает в мире ислама. И там народ плодится. Как колоссальные ему силы. Вот так бы я сказал, да?